Вести Карачаева, Черкесия Глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Государственной Думы России Джошарбеку Узденова. Не стало Джошарбека Борисовича Узденова, депутата Госдумы страны от Карачаевой Черкесии, члена Комитета Нижней Палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Не стало нашего дорогого земляка, надежного товарища, общественного деятеля, человека, который искренне любил свою родную землю. Ему было всего 56 лет. Но за свой недолгий жизненный путь он успел очень многое сделать для родной Карачаевой Черкесии и России. Благодаря его профессионализму, умению видеть главное, таланту руководителя и организатора, им были воплощены в жизнь многие значимые проекты в сфере защиты окружающей среды и экологии. «Четкий, отзывчивый и невероятно волевой человек. Он жил и трудился для людей, для родной республики и для всей страны. Джошарбека Борисовича уважали и любили все. За его профессионализм, за доброе сердце и отзывчивость, за то, что умел поддержать и добрым словом, и делом. Соболезную родным и близким. Светлая ему память», – написал Рашид Тимрезов в своем официальном телеграм-канале. Вопросы развития рынка газомоторного топлива в Южном и Северокавказском федеральных округах обсудили на совещании под руководством председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Газпром» Виктора Зубкова. В формате видеоконференц-связи в мероприятии принимали участие председатель правительства Республики Мурат Аргунов и его заместитель Евгений Поляков. На сегодняшний день в Республике функционирует одна автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция, объем реализации которой в прошлом году составил более 4,5 млн кубометров компримированного природного газа. Кроме того, уже в текущем году в Республике планируется ввести в эксплуатацию еще две станции. Это позволит увеличить отпуск компримированного природного газа до 15 млн кубометров. Глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов и делегации Республики с официальным визитом посетили Китайскую Народную Республику, провинцию Гуандун. В состав нашей делегации вошли председатель правительства Мурат Аргунов, спикер парламента Александр Иванов, сенатор Совета Федерации от Республики Ахмад Салпагаров и депутат Государственной Думы страны Михаил Старшинов. В рамках визита руководитель региона Рашид Тимрезов в Генеральном консульстве России в Гуанчжоу встретился с генеральным консулом Александром Черноусовым. Глава поблагодарил консула за содействие в организации визита, основная цель которого – расширение взаимодействия Республики с китайскими предприятиями в области автомобилестроения, сельского хозяйства, туризма и обсуждение возможных направлений взаимовыгодного сотрудничества Республики с китайскими партнерами. Наша делегация на встрече с бизнесом провинции Гуандун презентовала экономические и инвестиционные потенциалы региона. По итогам встречи достигнут ряд договоренностей с представителями бизнеса, которые позволят расширить взаимодействие. Договорили с представителями китайского бизнеса Торгово-промышленной палатой провинции Гуандун провести в Карачаево-Черкесии выставку-ярмарку оборудования и технологий в целях укрепления взаимодействия российско-китайского бизнеса. В Карачаево-Черкесии побывала группа врачей из Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения России. Гости посетили республиканскую клиническую больницу, в частности отделение сосудистой неврологии, детскую многопрофильную больницу, отделение реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы, физиотерапевтическое отделение детской больницы, а также травматологическое и офтальмологическое отделения, где осуществляется реабилитация по нескольким профилям. Специалисты из научного центра выразили свое признание докторам, которые работают в области медицинской реабилитации, а также оценили высокий уровень оказания реабилитационной помощи как взрослому, так и детскому населению. Они предложили варианты проведения телемедицинских консультаций по медицинской реабилитации с центром, а также направления тяжелых больных на реабилитацию к себе. Правительство Карачаево-Черкесии утвердило региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года, которая включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики, а также на повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения и теплоснабжения и улучшить условия проживания жителей в 14 населенных пунктах Республики, комментирует информацию заместитель министра строительства ЖКХ Республики Зульфира Батчаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и с замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом, планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. Поэт, писатель, переводчик, публицист, литературный критик, редактор и журналист из Карачаевой Черкесии Шахриза Богатырева стала лауреатом Всероссийского осмотра конкурса «Национальные головные уборы народов России», который проводился Центром культуры народов страны в номинации «Фотография этнографического материала» с краткой аннотацией эссе о духовных смыслах и преемственности традиций. Всего в этой номинации выступило более 50 заявок, из них 30 вошли в итоговый список участников. Шахриза представила работу, посвященную карачаевскому женскому головному убору, а именно нарядную шапочку конца XIX – начала XX века из тяжелого бордового бархата, вышитую гладью золотыми нитями. Серия круглых столов для представителей турбизнеса пройдет в Республике с 25 по 27 апреля. Приглашенный спикер Юлия Логинова – бизнес-тренер в сфере клиентского сервиса и лидерства. В рамках мероприятия будут рассмотрены такие вопросы, как грамотное взаимодействие с клиентом, стандарты сервиса, оказание услуг, конфликты с гостем и пути их решения без ущерба бизнесу и репутации, как руководителю эффективно управлять бизнесом и при этом не выгореть в начале пути и делегирование и формирование собственной команды. 25 многодетных семей Черкеска получили землю в южной части города. С начала исполнения регионального закона власти республиканской столицы раздали 800 участков. Информацию комментирует заместитель мэра Черкеска Заур Тугов. Для постановки на учет в качестве нуждающихся в получении земельных участков граждане должны соответствовать следующим требованиям. Это дети должны быть рождены не ранее 17 июня 2011 года. Также в собственности у семьи не должно быть 15 квадратных метров на каждого члена семьи. И также от государства человек не должен был получать собственность земельный участок. Поэтапно невозможно проанализировать все земельные участки в разных частях города. Поэтому управлением имущества прорабатываются определенные кварталы. Если в 2012 году по 2019 год прорабатывалась южная часть города и изыскивались там земельные участки, то они там и предоставляли семьям. С 2020 года по 2022 год мы прорабатывали как раз таки восточную часть города полностью, где выявили вот эти свободные 265 земельных участков, также предоставили. В этом году из-за того, что земли в городе не так много, мы уже точечно прорабатывали каждую часть города и выявили 25 земельных участков в южной части города. Проект «Совет обучающихся школ», направленный на поддержку учеников, стартовал в Карачаево-Черкесском государственном университете. Под кураторством студентов вузов в школах региона планируется запустить систему ученического самоуправления. Исполняющий обязанности ректора университета Таусутан Узденов считает, что опыт студентов позволит не только выстроить эффективную программу в школе и развить профессиональные навыки у молодежи, но и поможет старшеклассникам интегрироваться в студенческую среду. В Карачаево-Черкесию вернулась международная акция «Сад памяти», главная цель которой – высадить 27 миллионов деревьев в памяти о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. На протяжении нескольких лет в нашей республике высаживаются тысячи молодых деревьев. В прошлом году акция получила новый формат. Саженцы фруктовых деревьев стали бесплатно раздавать нуждающимся семьям. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. У нас проходит очередное мероприятие Всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Конкретно она называется «Сад памяти дома». Суть акции в том, что саженцы плодовых деревьев распределяются по семьям нашей республики. Муниципалитеты распределяют по семьям. И как раз такие сады КЧР предоставили памятку о том, как эти саженцы наиболее удобным способом высадить, чтобы они приспособились. То есть какую обработку необходимо сделать. Эта памятка будет как раз доведена до всех, кто получит саженцы. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Усть-Джгута-Терозе продолжаются масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники будут менять старое основание последовательно на отрезках не более 3-х километров. Подробности сообщил главный инженер управления Карачаево-Черкеск «Автодор» Мояд Хутов. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двуслойное асфальтобетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги барьерным ограждением. В Карачаево-Черкесии 11 867 пенсионеров старше 80 лет получают повышенную пенсию. Это фиксированная выплата, гарантированная доплата к страховой пенсии, которая устанавливается государством и не зависит от размера ранее уплаченных страховых взносов. Ее размер зависит от индекса роста потребительских цен за прошедший год и ежегодно индексируется. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия, реабилитации и обилитации детей-инвалидов «Счастливое детство» стал обладателем гранта благотворительного фонда «Вклад в будущее». На средства гранта будет реализован проект «Игра сценарий жизни» – программа коррекционно развивающих занятий по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 до 12 лет. Об этом рассказала игротерапевт проекта Екатерина Борисова. В рамках этого проекта мы реализуем программу по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 лет. Хочу немножечко пояснить о том, что собой представляет метод игротерапии. Это один из инструментов арт-терапии представляет собой игру как средство реабилитации детей с ментальными нарушениями. В чем, собственно, заключается наш проект? Он состоит из нескольких этапов. В частности, вот сейчас тоже один из этапов. Мы информируем жителей Карачаева Черкесской Республики о том, что сейчас реализуется такой проект. И приглашаем, если есть показания, детей к участию в этом проекте. После того, как мы проинформируем, у нас будет несколько организационных собраний для семей, которые решили, что им подходит участие в нашем проекте. Встречи будут со специалистом, игротерапевтом, с психологом, с руководителем проекта, где мы подробно расскажем, что будет происходить на протяжении какого времени и какие обязательства у родителей. Потому что для нас очень важно, чтобы родитель, который своего ребенка в наш проект привел, был нам партнером. Выявлен новый генетический вариант коронавируса Арктур. Специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалии отметили, что он получил широкое распространение в Индии и Сингапуре. Зафиксированы также случаи в США, Германии, Китае и ряде других стран. В трех образцах от пациентов из Москвы уже выявлен генетический вариант нового подвида коронавируса. Необъяснимый возврат партии яиц из больницы Карачаева-Черкесия насторожил Управление Россельхознадзора. Информацию комментирует государственный инспектор Управления Екатерина Тутыхина. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора вывело оборот потенциально опасной продукции в Карачаево-Черкесской республике и Ставропольском крае благодаря системе Меркурий. Установлено, что у Джигутинской центральной районной больницы оформила возврат 210 штук куриных яиц, при этом не была указана причина возврата продукции. Данный факт говорит о нарушении обязательных ветеринарных правил, так как подобная продукция могла иметь дефект и не соответствовать иным критериям, которые потенциально несут угрозу здоровью потребителей. Яйца вернули поставщику в город Ставрополь. Тот принял продукцию на баланс, а потом снова направил ее покупателю, но уже в адрес предприятия оптовой торговли. Управлением Россельхознадзора у Джигутинской центральной районной больницы объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Жители республики смогут пройти переобучение и выбрать специальность на основе своих предпочтений в рамках программы организации профессионального обучения и дополнительного образования безработных граждан, включая обучение в другой местности. В случае, если гражданин затрудняется в выборе профессии, ему помогут специалисты центра занятости. В рамках услуги гражданину подбирается рекомендуемый перечень профессий для обучения. Подробности сообщила начальник отдела профориентации и профобучения Центра занятости города Черкесска Наталья Пожидаева. Услуга оказывается в том случае, если гражданин утратил способность к выполнению, допустим, работы по имеющейся профессии или же он желает стать более конкурентоспособным и приобрести новую профессию. Для оказания этой услуги он обращается в службу занятости и уже непосредственно специалисты нашего отдела профориентации и профобучения знакомят его с перечнем курсовой подготовки. По необходимости проводится с ним работа по профориентации, возможно провести тестирование, определить его профессиональные склонности и выбрать уже непосредственно специальность, по которой желательно гражданину данному пройти обучение. Обучение будет проходить только в том учебном заведении, с которым уже служба занятости заключила договор. Ну, я могу сказать, что в прошлом году у нас прошли обучение 89 человек, из них были женщины, которые находятся в декретном отпуске, 6 человек. У нас прошло обучение пенсионер, который стремился возобновить трудовую деятельность. У нас были 6 человек инвалидов молодого возраста, у нас были 76 человек из числа безработных граждан. Задолженность территориальных сетевых компаний Карачаево-Черкесии перед компанией «Руссети Северный Кавказ» в январе-марте текущего года выросла на 2,5% и на 1 апреля составила около 2 млрд рублей, сообщила главный специалист службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ Надежда Аллакаева. Благодаря активной претензионной исковой работе компаний уже имеются вступившие в силу судебные решения о взыскании задолженности на сумму 1 млрд 345 млн рублей в пользу «Руссети Северный Кавказ». Так, в течение 2022 года в арбитражные суды Карачаева-Черкесии и Ставропольского края подано 23 исковых заявления на сумму 640 млн рублей. По 21 исковому заявлению принято решение о взыскании в пользу «Руссети Северный Кавказ» 496 млн рублей. Следственными органами республики возбуждено уголовное дело по факту убийства двух братьев в Верхней Тиберде. Информацию комментирует старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Марковская. Следствием установлено, что в дневное время у моста в ауле Верхняя Тиберда были обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, к убийству причастен родственник погибших, а мотивом преступления стал имущественный конфликт. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается. С 27 по 30 апреля в Грозном пройдет чемпионат России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин, в котором примут участие около 300 борцов из 32 субъектов страны. Сборная Карачаева-Черкесии выступит на состязаниях с сильнейшим составом из 15 спортсменов. Спортсмены, которые заняли первые и вторые места, получат право представлять Россию на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в июле текущего года в Казахстане. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умарти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия. До новых встреч!